Добрый день дорогие друзья, с вами аукционист, куратор и галерист Алик Ветров и сегодня мы поговорим о туризме. Самый лучший туризм, когда вы провели полгода или год трудовых заботах, это отдых дикарем на дикой природе. Естественно, что дикая природа, я подразумеваю, это заповедные места Украины, там где меньше всего людей. Это будет несколько мест, о которых я вам расскажу, где я побывал, отдыхал и получил колоссальный заряд эмоциональный, эстетические пейзажи, тишина, природа. Значит, первое место это Южный Буг, Малога. На Южном Буге очень много различных мест, а Малога это заповедные места, там, скажем так, острова есть и пороги. Это сразу уже несколько видов отдыха. Второй это Кинбургская коса, это заповедник. И третье это речка Стрый, Закарпатье. Там тоже природа, леса и там есть своя специфика отдыха и сплав, естественно, по реке. Итак, первое место отдыха Южный Буг, Малога. Заповедник на островах, где можно расположиться, там есть небольшие локации. Поставить палаточки, там населения никаких нету на островах. Эти острова затапливаются во время весеннего разлива реки. И особенности этого отдыха. Первое, прежде всего, вы должны помнить, что вы едете на дикую природу и нужно позаботиться о том, чтобы у вас были средства от насекомых. Чтобы вас не сильно покусали те оводы, которые там считают вас едой. Второе, вы должны учитывать, что самые интересные сплавы по реке, когда река полноводная через дороги. Для этого, естественно, нужно обзавестись друзьями, которые проживают в Малоге. Как правило, это ребята, которые сдают в аренду каяки, катамараны. Вы можете с кем-то там дружиться, и они вам будут говорить, когда лучше всего приезжать. По моему опыту, это конец апреля, первые числа мая. Бывают еще и в июне полноводные реки, как после дождей. Вот как только вы услышали по прогнозу погоды, что прошли сильные дожди, готовьтесь, что через день-два может быть подняться высокая вода, и вы с удовольствием пройдете порой. Это незабываемое впечатление. На Южном Буге это для тех, кто любит экстрим, для тех, кто любит природу. На островах там можно увидеть выдр различных животных. Там запрещено охотиться. Этих животных никто не трогает. И вот на расстоянии 20 метров вы можете увидеть дикое животное. Также в июне там цветут кувшинки. Это тоже незабываемое зрелище между островами. Большие заводи. Можно взять лодочку, на лодочке, в гослах. Там тихая вода. Поплавать, получить море удовольствие. Не забывайте о том, что там ничего не продается. Продается только в соседних селах. Нужно брать все с необходимое с собой. Там нет магазина. Ну так вкратце. А все остальные яркие впечатления. Вот за моей спиной стоят некоторые работы. Они были написаны на пленэре. И вот следующее место это Кенбургская коса. Это вообще отдельная тема. Это одно из нетронутых мест на территории Украины, где очень мало людей. На Кенбургской косе всего лишь несколько поселений есть. Там есть и пансионаты. Ну их очень мало. Достаточно все такой примитивный сервис. Что нужно знать? Особенности отдыха на Кенбургской косе. Прежде всего туда есть только два варианта добраться. Первый вариант. Вы можете добраться на пароме от очаков. И второе вы можете на автомобиле через голову пристань. И вы должны знать, что лучше всего ехать туда на внедорожнике. Заканчивается дорога перед Кенбургской косой. Она очень убитая. Там последние 20 километров просто яма на яме. В прошлом году они пытались ремонтировать. Ну не знаю сделали или нет. Но это очень убитая дорога. То есть ваш автомобиль должен быть недорожником. Потом по самой Кенбургской косе дорог как таковых нет. Там пески. Пески эти проходят через сосновые леса. Когда вы будете ехать, то по правой стороне, вы заезжаете на Кенбургскую косу, там есть острова, на которой гнездятся пеликаны. Это тоже очень интересный факт. И стоит посмотреть. Дельфины подплывают очень близко на расстоянии 50-100 метров от берега. В кромке воды у берега водятся крабы. Вот такие вот без преувеличения. Рыбу можно ловить руками. То есть если вы любите порыбачить, вам достаточно взять удочку какую-то примитивную, снасти из берега, вы можете ловить бычка. И не забудьте взять с собой казынок, в который вы сможете все это приготовить. И крабов, и рапанов, и рыбку. Сварить уху. Также вы должны знать о том, что в конце июня, в августе со стороны Скадовска начинают приплывать медузы фиолетовым разукраской, ну, как орнаментом. И они очень сильно жарятся. Вот примерно в этот период времени вы должны быть готовы, что ваше купание будет в Черном море слегка ограничено. В другое время, как бы я бы рекомендовал ездить, это все-таки июнь месяц, и первые числа сентября. Вот это вот два таких периода, когда даже в самых насыщенных местах известных туристических, меньше всего людей. Это и на Каролина-Бугасе, когда уже в июне еще нету приезжих, а в сентябре, в первой числе, их уже нет. Это бархатные такие периоды, когда достойный отдых, если вы не любите большого скопления людей. Также, когда вы едете на речку, мы вернемся снова к водным ресурсам. Речка Стрый. Чем отдых на ней отличается от морского, я вам сейчас попробую объяснить. Дело в том, что в Западной Украине более традиции отдыха чуть-чуть отличаются. Лучше всего ехать в Стрый, на речку Стрый, когда Ивана Купала. Разжигаются большие костры на побережье ночью, и через них прыгают. То есть вы получаете сразу же несколько ощущений. Первое ощущение – это теплая вода, горная, чистая, и огонь. Вот это сочетание ночного купания и большого костра очень интересно. Плюс еще колорит – это хреновуха, медовуха, ну и остальные горячительные напитки, от которых тоже поднимается настроение. И если вы едете, то едьте компанией и договариваетесь заранее с небольшими, как такие, там есть частные гостинички, у них бывают развлечения, то есть с национальными исполнениями песен. Вот если вы попадаете на такие вот вещи, когда вы едете, небольшим коллективом не заказываете аниматоров, там деньги, в принципе, небольшие, вы получите еще и дополнительное эстетическое удовольствие от пения. На Западной Украине местные жители достаточно мелодичны. Само по себе в костра попеть, попрыгать, поразвлекаться под боям или под другие народные инструменты – это тоже легкая экзотика и соприкосновение с природой. Если вы любите собирать грибы, то вам, конечно же, нужно ехать осенью на Южный Бугу. Есть другие места, и об этих местах, если вам будет интересно, мы расскажем в других передачах. После короткого промежутка сейчас мы перейдем к другой локации и расскажем о арт-туризме, об отдельном направлении.